Мы сейчас идем со стороны Сукумбита. Вот там экран работает. Там вот как раз Сукумбит проходит. Мы миновали оптовые магазины, не оптовые, оптовые, магазины различных косметических и лечебных препаратов. Это в следующем сюжете я покажу, скажу. И вот в сторону ночного рынка. Вообще скоро здесь будут не узнать, потому что здесь тоже происходит такая глобальная реконструкция. Если здесь был такой открытый участок, где торговцы становились сейчас, ну, крытыми-то это не назовешь, но павильоны под крышей будут. Так что торговать будет легче, и никакая непогода уже будет не страшна. Ну, здесь непогода может быть в виде грозы какой-то, которая внезапно приходит. Ну, а вот столь любимый и, наверное, уже для многих знакомый знак. Очень приятно, что благодаря, в том числе и моим видео, люди посещают эту аптеку. Здесь, конечно, цены не оптовые. Про дешевый вариант не скажешь, но здесь то, что замечательно действует. Ну, вот, наши замечательные знакомые. Вот, пришли мы сюда. Так что будем сейчас... Будем сейчас смотреть, что нам надо приобрести на этот раз. А вот и наши лосьоны. И в виде, ну, в тех же самых пузырях, больших, 250-миллиметровых, вот в тубах по 100 миллилитров и в виде спрея. Так что будем мы сейчас выбирать. Ну, а потом еще что-то заснимем. Ну, вот, сейчас посмотрим, что тут магазин предлагает. Я, правда, долго рассказывать и комментировать не имею возможности. Все лицензии, все сертификаты имеются. Я просто сейчас коротко пробегусь. Ох, тут вот этого не видела. Ромамысла разные. Вот Абхая. Ну, это сейчас чуть попозже. Сама еще взгляну. Ну, вот, можно увидеть то, что мы выбрали. То есть вот такие. Они не спреи, они просто лосьоны с дозатором. Мини-версии лосьоны. И вот такие тубы. По 150, да? Нет, по 100 миллилитров. 100 миллилитров, 65 миллилитров. 65 миллилитров вот эти. И по 40, да? 30 миллилитров. Ну, а сейчас просто бегло обзором. Эта аптека является официальным представителем торговли вот этими бальзамами. Бальзамами со знаком апельсиновой аптеки. Очередной раз говорю, что эти бальзамы хоть и подороже, чем в Анкромовске, например, стоят. Но в каких-то непонятных местах они могут стоить чуть дешевле. Здесь все-таки это официальная точка продаж подобного рода бальзамов. Они есть разные. Есть зеленый, желтый, белый, красный. Ну, в общем, разных цветов с разными предназначениями. Ну, вот если говорить, то 50-граммовая баночка. Ну, 75 бат это не так дорого, что ли. Потому что где-то может и подороже быть. В аптеках вполне возможно такая же цена или чуть поменьше. Но выбор этих бальзамчиков со знаком апельсина достаточно. Все-таки здесь большой, полный ассортимент. Вот они и внизу стоят, и вверху стоят, и пробники стоят. Зеленый, желтый, красный. Все это есть, отменно действует. Описание всего тоже есть. Красный, желтый и зеленый. Ну, а кроме того, эта торговая точка еще и торгует бальзамами Банк Прома. Полный ассортимент этих бальзамов и в виде мазей. Вот таких традиционных. И в виде масел. Разное масло. И вот массажное масло. Сплайм. 220 бат стоит такая бутылочка. То есть все это есть. Ассортимент абсолютно полный. Все бальзамы, какие есть от Банк Прома, все здесь представлены. Помимо этого, тут и желтый, и баночки разной величины. Разные громолочки. А кроме этого, это, пожалуй, единственная аптека из тех, которые мы видели, заходили, знаем это абсолютно точно, что капсулы Банк Прома, обычно Тханя Порн, вот такие вот продаются. Конка Херб. Но здесь я Конка Херб, по-моему, даже и не видела. Это тоже Тханя Порн. То есть помимо вот такого вида квадратных баночек, эта компания выпускает и кругленькие. Поэтому не надо удивляться, они очень похожи на Конка Херб, но это не то. А вот в Анк Промовске капсулы, например, и чеснок здесь, и горький огурец, то есть мамордика. И всяческие-всяческие другие. Камин Чан. Здесь и куркума есть. В общем, Крачай Дам в Анк Промовске. В общем, выбор здесь на самом деле огромный. И кому необходимо что-то приобрести, то и описание здесь всего этого есть. Вот чего я не знаю, не знаю уж, насколько это востребовано будет нами, но вот капсулы имбиря, не имбиря этого, господи. Ой. Иваныч, женьшень, господи, вылетело слово из головы. Уже пора, наверное, тоже попользоваться гинго-белобой или цинтеллой, или чем-нибудь. Ну, в общем, вот такие мы не видели ни разу пока. Впервые здесь встретились. Ну, и приятно, что расширяется ассортимент и вот этих вот, и апельсиновых паст, которые с таким же значком. Такие пасты есть и в европейском виде. Вот таких тюбиков. И вот этого я тоже не видела до сей поры. А оказывается, появились вот такие порошочки. Это пудра для ног, тоже со знаком апельсинчика. Вот он наверху. Они есть в большой распасовке и есть вот в такой маленькой. Значит, это и успокоение, освежение ног, и противогрибковые различные проблемы. И такие вот с куркумой крем для ног, массажный крем. Интересно, что в серии бифитов появились не только капсулы. Они есть с разными составляющими, зеленым чаем, гарцинией. А теперь еще есть и лосьон для тела. Появились вот такие капсулы. Ну, видимо, с клетчаткой. Да, черный перец и зеленый чай. Но только в другом виде они выпускаются. 250 бат стоят. Так, что-то еще тут интересненькое видела. Различные ароматические масла. Ну, это не от этой компании, не от апельсина. Разные. Сюда заглянем. Ингаляторы. С различными наполнениями. А еще интересно тут. Так. Вот такие масочки для лица появились. Восстанавливающие. И вот такое чудо. Это тоже масочки. Так, есть здесь и кардиоцепс. Это гриб. Это гриб линджи. Со многими добавками. Экстракт этого гриба. В общем, вот так вот это дело выглядит. Есть различные упаковки. Не апельсиновая, а от конкохерб Ехом. Вот такой. Ну, в общем. Масла появились. Сейчас я вот ушла. И не это. Так, тоже вот значок апельсиновой аптеки. Ароматические масла. Здесь лаванда и эвкалипт. Розовое массажное масло. С изумительным запахом. Так. А здесь лимон и перечная мята. Здесь на полочке сейчас. На полочке вот тут может быть больше. Нет, наверное. А, вот еще апельсин, по-моему. Так. Сейчас посмотрим. Ну, вижу, что апельсин тут только по тайски, видимо, написано. Апельсиновое ароматическое масло. Так. Такие вот масла появились. Сейчас вот эти вот. Сейчас. Я вон там на полочке видела. Подержи. Про такие уже сказала, что вот они тут стоят. И вот масло Плай появилось. Обычно... А, нет. Хотя мы масло Плай тоже покупали. Так. На-ка. Подержи. Я попробую. Попробую. Поним, да. Ну, хотя у нас такое есть. Нюхать нечего. Просто... Отсюда темно. С той стороны надо. Да. Вот. И состав наполнения вот этого пузыречка немножко отличаются от других. Здесь много зерен кориандра, по всей видимости. Перчик, гвоздичка. Что там еще? Ну, то, чего я определить, идентифицировать не могу. Поэтому я и назвать этого не могу. Я называю известные моему взгляду содержимые. Очень приятный такой аромат. Пойдем масла посмотрим. А тут не только по-тайски. По-тайски, по-тайски. Ты можешь сказать, что это? Да. Это для аромалампы. Для аромалампы. А, запах. 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 Орхидея. Орхидея, да? Да. Так. Значит, маска орхидеи. Это что? Ананас. Ананас? О, правда. Очень-очень сладкий. Приятный-приятный запах. Так. А это что? Это лимон. Лимон? Лимон. Угу. А следующий? Розы. Розы, да? Только почему-то не у всех крышечка верхняя есть. Да. Ананас. Тоже ананас, да? Сюда можно поставить? Сэм-сэм. Сэм-сэм. Да. Так. Грин-твей. Грин-твей. А, зеленый чай. Ага. Грин-твей. У этого совсем тонкий запах. Ну, его так вот словами выразить невозможно. Тут даже и не скажешь сладостей в нем нет. Ну, и, ну, свежий, ну, какой-то вот яркий такой, выдающийся ноты нет. Тем более, что от меня сейчас ароматически с тем маслом другого рода пахнет. Апельсин. Апельсин? Это что-то с другим точно вижу названием. Коротенькое. Лимон ярче пахнет. Апельсин немножко другой запах. Не совсем. Ну, вот, сейчас будем рассчитываться, расплачиваться. И отправимся в путь. Все. Спасибо, что посмотрели, что рассказали. Здесь, на самом деле, очень большой выбор всего. Так что можно прийти, можно купить и чаи различные. А, еще пойдем покажем. Есть растворимый чай. Посмотрела. Сказала. Здесь. Турецкая ягода и баэль. Очень хорошо и от кашля, и от проблем с животом. В общем, вот это вот замечательное. Так, и вот такой сок нони в различных упаковках. Самое главное, что мягкая упаковка. А это вот тяжелое стекло. И в стекле взверкает. Но зато кокосовое масло, вон какое, замечательное. Тоже в пластике. Так что ввести такую штуку, кому необходимо, и кто не везет много-много чего-то, не знаю, специфического. Это для того, чтобы иметь на целый год запаса, а то, может быть, и больше, но вполне подходящий вариант. Так что пусть и дальше она существует, эта аптека процветает. Кому необходимо, посетите, на ценных сами посмотрите, решите, нужно вам это или нет. Ну, а вот расписание тоже, посмотри. Там сзади видно на вылезе. С 11 утра до 8 вечера работает аптека. Так что добро пожаловать. Ну, а вам всего доброго, дорогие зрители. Пока.